Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Луцкий Александр, мы продолжаем прохождение карьеры вокруг света, FIFA 17, достигли мы Баварии и начинается у нас сезон Бундеслиги, один матч уже там состоялся, Боруссия забила единственный гол, Шурля лучший бомбардир пока что, но у нас стартовый матч против Ганновера. Ну что ж, я думаю сыграем моей схемой, которая мне понравилась, наиграли мы ее, да, на предсезонном турнире 3-5-2, ну Шатов, Неймар, Мюллер, все в старте, Тьяго, Гаудино, Санчеш, Гаудино, вот давайте посмотрим, он все-таки немец, хотя я его называл бразильцем по-моему, также поляк, этот который был у меня поляком, да, он оказывается не поляк, кременчик, он оказывается чех, ну ладно, как бы я свои ошибки признаю. Будем исправляться. Мане у нас будет дебютировать сейчас, ну и пока что играет Хумельс в защите, но это только пока, хотя по идее Бруму надо поставить просто вместо него. Хумельс это мы хотим обменять на Бусуа, по идее, так что посмотрим, чем это все завершится для нас. Сейчас Бернато вместо Беннатии тогда поставим, потому что Беннатии, ой, точнее Бернато я уже не продаю, он нам нужен, как запасной игрок, учитывая травму Кимиха. Ну, в общем, все, давайте что ли начинать. Итак, стартуем в Бундеслиге в дождь на Альянс-Арене. Хоть здесь лицензированный стадион у нас будет домашний, и то радует. Георгий Щерданцев и Константин Генич, не-не-не, не выдумывайте. Поддержка у нас тут всегда будет великолепная, стадион всегда будет заполнен. А фокус на игроке Шмидербах у Ганновера, лидер, видимо, команды. Но, судя по лицам, у них там уже все новые игроки, то есть сгенерированные именно игрой. Не увидел я никого знакомого, по крайней мере. И у них еще он и капитан, этот Шмидербах, ну и, в общем, я никого знакомого здесь не вижу. Вы пишите, кого узнали по фамилиям состава соперника. Неймар с мячом на фланге, пытается тут развернуть защитника. Ничего у него не получается, сразу мяч отобрали. Много меня критиковали в комментариях за такое неправильное вложение средств в звезду, но мне очень хотелось купить суперзвезду в карьере. Я еще раз повторюсь, ни разу игрока уровня Неймара рейтинг 94 все-таки не покупал. Мюллер, отличная передача, и дальше на Неймара пас, Неймар! Пас пяткой, немного не точно на Тьяго. Разыгрывали хорошо, но завершить ударом все это не получилось. Вот, и очень уж хотелось. Да, переплатил, возможно, несколько десятков миллионов, но когда покупается такая звезда, по-моему, это даже реалистично, если сравнивать с реальным футболом. Санчеш, передача на Мюллера? Нет. Все здесь пока перекрыто у Ганновера. А вот и Мане! Вернувшийся Мане! Седьмой номер у него сейчас. Мане бежит по флангу. Он не потерял свою скорость, как мы видим. Мане раскачал! Раскачал одного, но тут подстраховочка. Ну, неплохо. Первый проход Мане в Баварии. И снова Мане по флангу. А вот это неудачные передачи. Они пока с Мюллером друг друга еще не понимают так, как надо. Еще нет сыгранности. Мюллер побежал в одну зону, а Мане отдавал в другую. Ну что, 24-я минута. Пока что 0-0. Ганновер держится под нашими атаками. Пытается даже, вон, контр-выпады какие-то организовывать. И даже получается, но, наверное, на месте. Ягу. Увидел Мюллера. Мюллер немножко неудачно принял мяч. Надо в полоборота было быть к воротам. А не так, как он, спиной. Пришлось разворачиваться. Он затратил на этом кучу времени. Очень много. И из-за этого его накрыли. Да, пока моменты тяжело нам даются голевые. Но мы всегда можем перестроиться на 4-3-3. Более привычный мне, на самом деле, Шатов. Мюллер. И справа Мане должен подключаться сейчас. Но слишком поздно. Там уже закрыта зона. Поэтому продолжается комбинация через центр. А вот это уже Неймар. Штрафной входит. И вот это уже шанс. Вот это уже шанс на дриблинге Неймар. Удар неплохой. Тьяго на подаче. Тьяго Алькантера. Навес в центр. И Неймар прыгал. Пытался пробить головой. Мюллер оставил мяч в игре. Брума. Скидка на Тьяго. Еще один навес. Санчеш! Угловой. Защитник там помешал. Тьяго Алькантера. Еще один навес. На ближнюю штангу. Здесь все перекрыто. Мане подбирает мяч и бьет. Не особо точно. Вот это было красиво. Тьяго. Что дальше? Что дальше придумает между двоих? Нет. Тут скорости ему не хватает. Раскачал красиво на финтах в центре. А вот дальше? Дальше уже ничего не получилось. Неймар. Успел мяч забрать себе. Дальше Гаудина. Пяточкой. Олег Шатов! Нет. Силы не хватило ударов. Тьяго. Это уже каркас. Отлично убрал защитника. Правую подработал себе и пробил. Чуть-чуть не хватило точности. Снова Неймар и Тьяго. Разыгрывают здесь мяч. Тьяго. Уходит от защитника. Технично. Надо забивать здесь. Да! 1-0. В дополнительное время открываем. Счет к первому тайму. Вторая дополнительная минута идет. Как видите, в Германии отсчитывается и дополнительное время. Неймар и Тьяго здесь классно. Разыграли. Между двух защитников Удар, все великолепно Испания забивает первый мяч В официальных встречах Под нашим руководством Баварии 1-0 Повели Ну что ж, первый тайм завершен Давайте посмотрим, кого можно поменять Я думаю, пусть Идет отдыхает Гаудино Который подустал немножко Ну и Тьяго сделал свое дело Может идти отдыхать На левый фланг Вместо Шатова можно выпустить Берната Это чисто вот, чтобы отдохнули игроки Чтобы не выматывались Сразу три замены А это уже Мюллер открылся Мюллер! Перекладина Уже два раза в каркас Стреляли наши нападающие Пока отличиться именно напом не получается Вывели Дорча! Дорч! И снова штангу мяч задевает Да что ж ты будешь делать-то? Да что ж ты будешь делать? Не понимаю, как у нас не залетает Столько моментов создаем Атакующая игра мне нравится в этом матче Кекута Мане Нет, не дали ему тут разогнаться Но надо привыкнуть еще мне К Мане снова К его скорости К его дриблингу И Мане надо привыкнуть К партнерам новым К Баварии К этой схеме вообще Все-таки он тут не нападающий правый А полузащитник Обременен функциями еще оборонительными Второй тайм, конечно, поскучнее Немножко проходит Замена у Ганновера Ну что, Мане и Мюллер тут разыграют мяч как надо Мане в центр сместился Санчеш Снова Мане Нет, это Неймар уже И надо забивать здесь И Мане должен открывать счет своим мячам Да, за Баварию Повезло ему, конечно, что не забил Бернат Потому что он должен был это делать Но пробил не очень удачно В итоге Мане подобедал Но, смотрите, в первом же матче В дебютном за Баварию Он сразу забивает Сразу забивает 2-0 Наша легенда Нашей карьеры вокруг света FIFA 17 И здесь отличился Но Бернату пришлось справа бить Поэтому ничего удивительного Что он не забил Ну, а Мане здесь технично Пустые ворота А это уже шанс у Неймара Неймар 3-0 Ну и главная звезда у нас отличилась тоже в конце матча Перехват Оскара Отличная передача Бразильская связочка сработала Ну и удар с левой в девятку В ближнюю Никаких шансов Оскар Можно четвертый забивать Оскар Да 4-0 Ну все Каток по имени Мюнхенская Бавария Пошел на Ганновер Как прям в реальности Бавария всех Плющит Так и мы сейчас В конце матча Ганновер развалился И уже Подряд у нас Голевые атаки пошли 4-0 И все за последние минуты Оскар Ну смотрите Каждый по голу Но без сейвов Нойера Все таки не обошлось Такое полу спасение Я бы сказал Вся команда в нашей штрафной У Ганновера Оскар тут не очень удачно сыграл Еще и пенальти привез Ну как так-то Оскар Забил гол И привез Сейчас нам проблемы Ну что Нойер Надо тащить Надо тащить Во-первых Вот это что было Во-вторых Вот это что было Я вообще ничего не нажимал Нападающий Ганновер Зацепился ногой За Оскар И в итоге Вот так вот все Вышло Опа Ну Нойер Ну как так-то Ну я же угадал Я думал Уже сейчас спасем Ну 4-1 Ладно Размочил Ганновер В конце матча А ведь угадал Нойер Ну как же так Не вытащил Ну низом пробил Футболист Ганновера Эвандро Ну что Для них наверное Это гол престижа Естественно Ну смотрите Что творит Мане Что он делает Что он делает Это Кикута Мане Друзья А вы не знали Знакомьтесь Пас на Оскара Дальше Мюллер Пятый надо забивать Ай Не получилось Чуть-чуть не успели Как Мане Разогнал атаку За счет финтов За счет своей скорости Неймар подает угловой Подача в центр Надо скинуть Неймару Скидка Неймар Еще один навес На дальнюю штангу Санчеш К сожалению Уже ушел Из той зоны И Финальный свисток Да 4-1 Хороший старт В Бундеслиге Давайте посмотрим Кто стал лучшим игроком Я думаю Что это либо Неймар Либо Тиагу Хотя вряд ли Тиагу Он сыграл все-таки Один тайм у нас Да Неймар Оценка 9-3 Ну Голы Неймара Оскара Мане И Тиагу Голевые передачи На счету Неймара Оскара У Мюллера Две голевые передачи Вот так вот Распасовщик у нас главный Именно Томас Так Ну что У нас Последний день Трансферного окна Трансферное предложение Неприемлемо Митчелл стоит 35,5 миллионов Мне пишут 68 миллионов Бусуа Господи Хумельс Сколько он стоит 28 68 они хотят Сколько Хумельс стоит Сколько стоит Хумельс Сейчас глянем Это в трансферах Давайте смотреть Хумельс у нас стоит 26,5 миллионов 26 миллионов Я не знаю Бусуа А что он такой дорогой Может тогда подписать Просто Митчелла И на этом успокоиться Я не знаю Потому что Слишком дорого Нам как-то обойдется Бусуа Если честно Трансферный бюджет У нас нормально Еще позволяет 35,5 миллионов Ну давайте Поторгуемся 28 Допустим За Митчелла Универсал Напомню Он может играть На любой позиции В защите Это как раз Нам по две схемы Митчелл Зайдет Вообще Очень удачно Я его В стартовом составе Буду выпускать Я думаю Так Это раз Два Это все-таки Нам нужен нападающий Потому что Альтернативы Наймару И Мюллеру У нас Практически нет Ну то есть Как бы Если посмотреть Да По составу Именно сейчас И по идее Тут нужен Какой-нибудь Такой Юркий Быстренький Тоже техничный Нападающий Под наш стиль Подойдет Либо Такой как Мюллер Который будет Раздавать передачи Играть корпусом Забивать головой Сейчас посмотрим Еще один Манех Ну Мане Усман Мане Он есть в Вердере И кстати той же Национальности Что и наш Мане Может они братья Кстати Зе Луиш Баруси Менхенгладбах Играет Этот заметил Кого вот можно Подписать Я не знаю Я вот посмотрел Сейчас Смотрю именно Нападающих Из Бундеслиги Более-менее всех Ну вот Патрик Шик Но 83 рейтинг Это не наш уровень Нам нужно прям Звезду какую-нибудь Подписать Вот Тима Вернер Мне про него говорили Разгон у него 99 Скорость рывков Можно его попробовать Подписать То есть все-таки Звезда немецкого футбола Он все еще здесь В Рэдбул Лейпциг Играет Как ни странно 36,5 миллионов Нам на него хватит По идее денег Давайте посмотрим 43 миллиона А у него форма плохая Ну я не знаю Вряд ли тогда Столько надо за него платить Я Предложу 30 миллионов И думаю Искать золотую середину 45 миллионов Так Ну Оскар Митчелл Приходит к нам Отлично Еще один защитник Рейтинг 81 18 лет Вы понимаете Насколько он Талантлив И Он должен играть У нас в основе По идее Чтобы дальше качался Тут до Виталоба Конечно сидит Но Кимих у нас Травмирован пока Можно его направо ставить Напомню что он Вон Видите ЛЗ ПЗ ЦЗ Все позиции Хоть он и левша Может закрывать Абсолютно все Хумельс Ну я не знаю Он тут в основе у нас Если мы его не продадим То я его оставлю В основе разумеется Так Я так понимаю Все-таки 65 Они хотят Хорошо 54 миллиона Допустим За 54 миллиона Редбул согласился Продать Вернера Ну Опять мне напишут Что я там переплатил Но вы видели Они не соглашались А Как бы Трансферное время Поджимало Так что У меня выхода не было А нападающий нам нужен Нападающий нам нужен был Ну что Надеюсь что игрок Сразу согласится к нам Присоединиться Да 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 Тима Вернер с нами И в итоге Все что я заработал На трансферах Опять все потратил Но игроки сильные Пришли к нам Естественно Так Игрок будет допущен Тренировкам После прохождения Медобследования Уолос Так У нас предложение Кстати я не смотрел 48 с половиной миллионов Ивентус предлагает За Уолоса Который стоит 28 с половиной миллионов Я даже не знаю Учитывая что у нас Хумельс остался Есть Брума Да Есть теперь Митчелл Оскар Митчелл Можно Уолоса Наверное продать Но лучше продать Хумельса Который старенький Ладно Пока Мне все нужны Там посмотрим Как пойдет У нас все таки Лига чемпионов И Кубок Германии Три турнира Так что Я отклоняю предложение Смотрим второе Что у нас тут еще есть В папке А Тут у нас Давид Алаба 51 миллион Ну нет Не 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 Я его миллионом За 70 бы продал Вольфборку Но у них таких денег нет Естественно Ну что ж За час до закрытия Как всегда подводим итоги Ну что Главная сделка Совершена нами Неймар 94 миллиона В Баварию Потом Бернардо Силва Смотрите Он перешел из Монако В Реал За 74 миллиона Наша звезда Прошлой команды И тоже с нашим участием Эрнандес Защитник В Манчестер Сити За 55 миллионов Это я выторговал Такую неплохую цену За него Ну что ж Трансферное окно закрыто 536 миллионов Потрачено И Прибыль у нас Минус 15 миллионов Но ничего страшного Я думаю За сезон мы Все нормально Выйдем в плюс Футболки будут продаваться И все остальное Давайте формировать состав Уже после трансферов Я думаю Что можно теперь Даже 3 состава сформировать Ну что ж Друзья Долго Долго Я тут Очень долго Работал над составами И вот этот Третий состав У нас получился Игроки Которые не задействованы В первых двух И даже в запасе Их нет практически Я всех снял С трансфера Будем смотреть Как они будут играть На самом деле Вот может быть В кубковых матчах Может быть еще в каких Я и этих футболистов Думаю Буду использовать Но это третий состав Давайте я вам покажу Первые два Вот допустим Это наш основной состав Хоть он и второй Ну мне схема В Баварии Больше это нравится Ну состав стартовый Я почти не менял Только Митчелла Поставил в основу Хумельса еще Кстати да Поставил в основу В запасе у нас Два нападающих Карменчик и Вернер Будут заменять Неймара и Мюллером Само собой Оскар Запасной цап Вместо Тиаго Джейро Вместо Шаттва Может выходить Суса направо Вместо Мане И Дорчи Рэмси Это как раз Замена центральным Полузащитником Это что касается Второго состава Что касается Первого состава Где 4-3-3 Вернер у нас Основной центральный Нападающий Неймар слева Суса справа Оскар, Тиаго, Санчеш Алаба, Уоллос, Хумельс И Митчелл Линия обороны Нойер на воротах Естественно В запасе значит Мюллер как нападающий Запасной под Вернером Шатов вместо Неймара Может выходить Мане вместо Суса Может выходить Мата вместо Оскара Может выходить Гаудина в центр поля Вместе с Рэмси И Брума Как центральный защитник В общем у нас Реально Очень много добротных игроков И ну нужно брать Все три турнира Естественно Хоть и довольно возрастная команда У нас Вот такие вот дела Ну а потом там еще В запасе защитники В резерве Защитники у меня редко Когда травму получают Лишь что-то типа того Поэтому их мало На скамейке запасных И вот смотрите Сразу у нас проблема Уолос получает травму Наш защитник Который Играет в основе Так Оскар хочет у нас играть Смотрите У него идет игра Он хочет в основу Игра у нас Что самое забавное Против Рэдбул Лейпциг Как раз Откуда мы купили За бешеные деньги Вернера Ну что ж Раз Оскар хочет играть Надо играть Вот этой схемой Тут он в основе Давайте попробуем 4-3-3 Как я и говорил Чтобы компьютер не привыкал И как раз Вернера Как единственного нападающего Потестируем сейчас Будет дебют Против бывшей команды Вот это интрига Да Да В принципе все готово Давайте что ли Начинать Нападение у нас хорошее Справа всегда может выйти Еще и Мане Ну Неймар Вернер В общем уровень Это уровень Ну Брума заменяет пока что Уолоса Который травм получил Алла Баслева Митчелл справа В общем усилили мы состав Так как я хотел Поехали Интересно глянуть Конечно же На состав наших соперников Сегодняшних На Red Bull Лейпциг Сандерсон Парк Играем на этом стадионе Показывают нам Я так понимаю Хумельса Почему-то Неймара показывают Главный трансфер Этого лета В нашей карьере Ну Хумельса не продали Потому что Видимо поэтому его показывают Смотрим состав Соперников Пишите Кого узнали Ну Кейтам Да Вроде все еще Хидира Это не тот Хидира Да Вроде другой какой-то Хидира Клостермен все еще Здесь у них играет Вот этих я узнал Рауль Хименес По-моему еще в нападении Да Сколько я увидел Ну интересно будет Интересно Митчелл пошел вперед Прострел в центр Но нет Здесь Вернер Открыться не сумел 21 номер он себе взял Интересно Надо Вернеру Конечно лучше открываться В таких ситуациях Это Рауль Хименес Но здесь его настигли А вот и Вернер Резко остановился Передачу Ох Орбан Длиннющий своей ногой Прервал эту передачу Ну вот рывок Вернера Сразу же за ним Защитники Редбула Не успевают Они его конечно знают Сколько с ним тренировались Играли вместе Но тем не менее Все равно сумел убежать Вернер Хорошая передача И это Санчеш Они кстати с Митчеллом Чем-то похожи Вколачивает мяч в девятку И довольно быстро Мы открываем счет Я так понимаю Тима Вернер Да Отдал голевую передачу Сразу же тоже В дебютном матче За Баварием Так точно Жалко что здесь FIFA не реализована Когда Футболист переходит Из своей команды Да в другую И забивает ей гол Чтобы он не праздновал Допустим Может быть когда-то Это И реализует Хотя это разные Еще футболисты бывают Могут и праздновать Смотря как ушел футболист Из какой-либо команды Верно Рушел на замах Ииии В уголочек Мяч посылает Гол плюс пас У Тима Вернера Друзья мои 2-0 И вот он все-таки Празднует Хотя есть Как раз таки Комбинация кнопок Которые можно нажать И чтобы футболист Не праздновал Но я ее не помню Так Если бы знал Нажал бы С левой ноги Отлично Попал По-моему у него как раз Желев Он же Левшавр Да Верно Насколько я помню Или я ошибаюсь А давайте посмотрим Чтобы вот Уже запомнить И Не было никаких проблем Нет все-таки он правша Но слева я пробил как надо Неймар справа Точнее слева Какой справа Ох прям на ленточке Пытался развернуться Но к сожалению не получилось Защитник здесь все контролировал Кима Вернер Классно опять открылся Оскар Под него забегает Получает мяч Оскар Надо забивать Да 3-0 3-0 Кима Вернер Две голевые передачи Гол Вот так дебют Вот так дебют У Вернера Ну здесь конечно еще Заслуга Оскара Что он поставил корпус Поставил плечо Его не оттеснили И он дальше уже тоже с левой ноги Под опорную вратарю Никаких шансов 3-0 Разгром Уже в первом тайме Каток Под названием Мюнхенская Бавария Снова заработал Ну что-то здесь С Кумель с Нойером Конечно придумали Два ветерана Если честно Очень странное что-то придумали Тиаго Опять на финтах Тут раскачивает Защитника Точнее полузащитника И раскачал ведь Ой-ой-ой Вот это да Вот это было красиво Неймар А этот что придумает Ой Ну это тоже была красота Но к сожалению не прошла Оскар Вернер Не пускает его сюда Неймар Ой красота Еще одна И передачу отдать И Оскар еще дальше Забивать Тиаго Алькантора 4-0 Ну это было очень Это было очень добротно И финты В нужное время И обыгрыши Один в один Но это все было потрясающе У нас Несколько пятизвездочных игроков В составе В плане финтов Поэтому этим надо пользоваться В том числе Тиаго Алькантора И Неймар конечно За них финты Всегда очень легко делать И Отклик хороший В этом плане И поэтому Грех было этим не пользоваться И красивую комбинацию Какую-нибудь не организовать Тиаго второй мяч Бундеслиги Он забивает пока у нас В каждом Матч в котором выходит Отлично 4-0 в первом тайме Рэдбул конечно плывет Ну и можно Тогда опять сделать замены Вернер великолепно себя проявил Вместо него Мюллер выйдет Шаттер вместо Неймара Ну и можно Попробовать Мату Или Рэмзи Кого из них Давайте Рэмзи Аарон Рэмзи Вот кого бы я хотел Потестировать Потому что я его Ни разу не выпускал В предсезонке Ох Ну и Рэдбул Сподобился на гол Престижа тоже Ну тут великолепный Удар прям под перекладину К Нойеру Никаких претензий Быть не может Подбор был После углового И Рэдбул Ну просто под перекладину Заколотил Кто этот Чудо гол Организовал здесь Подбор И удар не успели Чуть-чуть накрыть Ну и тут уже без шансов Мяч был послан Тем более Мануэль Нойер Был закрыт Футболистами И не видел полет мяча Начало полета мяча Так что Вообще никаких претензий 4-1 Отличился Ранний Хедира Может быть родственник Того самого Хедира Из сборной Германии Из Ювентуса Оскара Видели это Видели Этот финт Очень вовремя Шатов Передачу нужно отдавать И Давид Алаба Своим мощнейшим Выстрелом Чуть не убил Защитника сейчас Я не знаю Вратарь бы там Справился или нет Суза подает Угловой Навес Нет С навесами пока беда Оскар на подборе Санчеш Ну тут сразу заблокировали Пробить не дали Вот В отличии от нас А этот 4-2 4-2 Рауль Хемейнес Еще один мяч отыграл Ну что-то Я расслабился И футболисты у нас Не успевают Местами Вот сейчас Давид Алаба Должен был успеть На добивание Но нет Вроде был ближе к мячу Или кажется так Но не успел заблокировать 4-2 4-2 И разгрома уже нет Ну молодец Рэдбул Не сдается до последнего Так Ну а это что за провал Митчелл Не успевает И центральные защитники тоже Но Мануэль Нойер спасает Я не знаю У меня команда решила Видимо интригу возродить 6 сейвов у Нойера И вообще второй тайм Мы провалили Если честно И смотрите Еще один угловой Который заканчивается Опасным моментом Надо собраться Эмиль Форсберг Вышел Еще со скамейки У Рэдбула Никита подача Мануэль Нойер Но здесь все надежно И там никого нет На самом деле У них Поэтому можно Контратаку организовывать Томас Мюллер Рэмзи забегание делает Но это оффсайд К сожалению К сожалению Это оффсайд А вот тут оффсайда уже нет Томас Мюллер Не очень удачно принял мяч Сыграл на Шатова Шатова Перевод на дальнюю штангу Защитник успел Шатов на подборе К сожалению Передачу надо было посильнее Оформить тогда Мяч бы дошел Я думаю Шатова немножко не получилось Мюллер Снова на Олега играет Олег Подача Томас Мюллер Сложно тут выиграть борьбу верховую Но он умеет это сделать Делать И мог это сделать Сусо Из последних сил Правда уже бежит Сусо Назад сыграл Рэмзи Ух ты В перекладину Аарон Оскар Подкатут у него сзади Нормально Мюллер Подставляет ногу Ух ты красиво 5-2 ребята 5-2 Томас все таки отличился Успел А как ногу подставил изящно Вроде бы не из самой простой ситуации Выкрутился Вот здесь вот Раз Подкрутил мяч просто И он пошел точно В угол от вратаря С подкруточкой Ой хорошо Я кстати первый раз такой гол забил Если честно FIFA 17 Вот именно так я не забивал еще С такой дистанции Томас Мюллер Танцы здесь С воображаемой подругой Или что это за празднование было Я не понял 5-2 На этом матч окончен Давайте смотреть Кто себя проявил Второй тайм мы конечно Ну по большей степени Провалили У нас 8 ударов 8 створ У Рэдбула 6 ударов 11 створ Ну я думал Статистика будет Не такая Хорошая для нас Вернер Лучший игрок матча Конечно Вернер Учитывая что он забил гол И две голевые Оформил Хотя мне тут пишут Что одна голевая Он ведь вроде две оформил Значит я ошибаюсь Оскар две голевые отдал Ну ладно Не важно Все равно 9-6 оценка Великолепная для дебютного матча Обратите внимание Что по финансам Мы уже в плюс вышли Вот так вот Вливание В трансферы Я думаю что мы скоро Нормально вообще В отличный плюс выйдем Ну что 4 Я думаю 3-5-2 Будем играть с Базелем У нас Лига чемпионов На носу И поэтому Пора сходить На пресс-конференцию И замотивировать Потому что Базель Не самый Сильный раздражитель Для Баварии Конечно Но это Лига чемпионов И здесь все будут бороться Давид против Голиафа Он пишет пресса Но тем не менее Все будут бороться Все будут стараться Забрать у нас очки Конечно мы с Ливерпулем Вместе фавориты Этой группы Но надо Эту Это звание фаворита Да Подтвердить еще Давайте смотреть Как у нас готова команда Кого может быть поменять Потому что Мало ли кто не предустал Хотя не нормально Все готовы Неймар, Мюллер, Тиагур Шатов, Мане Гаудина, Санчеш Алаба, Хумельс, Митчелл Вот Алаба, Хумельс, Митчелл Они играют во всех матчах У нас получаются защитники Но они не сильно Да и устают Поехали А и красивая все-таки Альянс Арена у нас Радует, что играем На лицензированном стадионе Ну и смотрим Что там у базили за состав Джака Есть Это тот самый Джака Который брат Гранита Джаки или нет Не знаю А так опять-таки Пишите в комментах Кого узнали Мы начинаем матч Мюллер Отлично Сразу же открылся Томас Но, к сожалению, момент Не реализовал Там пришлось Разворота в полоборота Бить по мячу Но голкипер был на месте Мане разгоняет атаку Сыграл с Мюллером И сам делает забегание Но там зона закрыта Мюллер смещается На другой край Точнее в центр Неймар Снова Томас Мюллер Олег Шатов Получает мяч Ну как же так, Олег Надо было забивать Сейчас Великолепный шанс Отличиться в Лиге Чемпионов Понятно, что с левой Пришлось бить Носка Не попал, к сожалению, Олег Мане снова Рвет фланг Мане Разворачивает защитника Нет Смотри-ка Успели ногу подставить Здесь успели Подбор нужно взять Потому что у нас Большой обрез случился Тьягу Ох, какая борьба здесь За мяч Неймар Передача пяткой Гаудино Надо забивать Хорошо Технично Как 9 Пробил 1-0 На 16-й минуте Меня радует, что вот При этой схеме В этой расстановке У нас все Могут забить Получается Из 10 Футболистов На поле Да 7 Да даже и Алаба Можно его и считать Да и Митчел Ну Митчел нет, наверное Все-таки Алаба 8, наверное Человек Могут завершить Атаку Из 10 Это здорово Любого в воде Должен забивать А вот это Неожиданно Базель В ответной Атаке Вообще В первой атаке За весь матч Сравнивает счет Проход по флангу Подача И Центральные защитники У нас упустили А именно Хумельс И Митчел Как раз Да В падении Красиво Тут Нойер Ничего не мог сделать Уже В уголок Мяч послали Браво Седри Киттен Браво 1-1 На Альянс арене Санчеш Останавливается Отлично вывел Мюллера Авсайда вроде бы Нет Но Мюллер Опять не реализует Момент Что ж такое-то Неймар Получил мяч Уйти не смог На финтах Шатов Олежа Олежа Подача Ну нет Опять не то Опять не то Надо было наверное Простреливать лучше Здесь в этой ситуации А так по идее Базель всех закрывает Успевает Молодцы швейцарцы Снова Мюллер Томас Развернулся Тиагу пяточкой Санчеш Разворачивается И не попадает В ближний угол Ну что Первый тайм 1-1 Надо додавливать Во втором Нужно додавливать Я думаю Тима Вернер Выйдет сейчас Вместо Томаса Мюллера Потому что Мюллер Что-то Не попал В игру Хотя у него И были моменты Но отличиться Пока Не получается Вот это Хороший шанс 4 в 4 Атака Вернер Пытается Открыться Пас направо Здесь Гаудино Подключается Тоже в атаку Неймар Неймар 33 разворота Ищет партнеров Олег Шатов Пасцентр Вернер Дальше Гаудино Ложный замах Не знаю Нужен был ли он Здесь Шатов Скидка Под удар Тиагу Нет С места Это не опасно Неймар Красиво Ушел в центр Еще дальше идет И пробить Уже не дали Хотя здесь ошибся Защитник Тихо 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 Не паниковать Гаудино Гаудино Неймар Дальше еще пяткой Выводят Выводят Тима Вернера И можно было Еще одну передачу Отдать Финальную Уже и в пустые Забить Но как раскатали А сейчас Удар конечно Только не точный К сожалению Хотя наверное Пас последний Не проходил бы На Неймара Но стоило попробовать А там кто-то помешал Олег Шатов Подача углового Хумельс Тоже кто-то помешал Еще один навес От Шатова И Хумельс Нет Вратарь Я думал Сейчас уже Базель поведет Вот это контратака Да И опять Оскоки все Базелю Интересно Проблема у нас В этом матче 66 минута По прежнему 1-1 Санчеш Бросает Мане По флангу Может быть Мане Раскачает Эту лодочку Лодочку Базеля Да На скорости Уходит Мане Останавливается Резко Шатов Нет Это Вернер Какой Шатов Два раза Не получилось Делать передачу На Неймара Два раза подряд Подача Тьягу Нет удара К сожалению Еще один угловой Как-то За Баварию У меня не получается Нормально подавать Может быть Разыграем тогда уже Тьягу Тьягу Технично Дальше передача На Шатова Олег На Замахе Уходит Развернулся Защитники Все читают Они все ждут Прямо То что я сделаю Какие бы я финты Не применял Ну что Я думаю Пора сделать еще Замены Тьягу И Неймар У нас очень устали Как и Шатов Давайте Джейра выпустим Который вообще У нас не играл Но может быть Сейчас Затащит Как раз И наверное Оскара Неймар Пусть останется Это неплохо И заброс на Джейра Свеженького Я не знаю Сколько у него Финтов Звезд Финтов Поэтому Надо было Посмотреть Наверное Алаба Сам-сам-сам Пошел вперед Гаудино Там Мане По флангу Ну какая Передача Плохая Ну что ж такое Ну как Можно было Так близко К защитнику Отдать мяч Покатить Джейро На скорости Сыграл с Неймаром Ответная передача Ну у свеженького Джейро Хватит здесь сил Что дальше Что дальше Прострел Вернер И у него Снимают мяч С ноги Прямо перед ударом Что ты будешь Делать Базель Конечно Великолепно Сыграл Если честно Но у нас тут Немножечко Даже психанул Вернер Грудью скидывает Неймар Дальше Оскар Вернер Ну последняя атака Тихо Неймар Стеночку С Вернером Неймар Неймар Не забивает Неймар Последний Стопроцентный Момент у нас На последних Секундах Ах 1-1 Мы теряем очки Дома С Базелем Сыграть ничью Это конечно Потеря очков Неймар Хватается за голову Потому что у него был Великолепный шанс Великолепный шанс Вырвать все-таки Три очка здесь Точнее Два очка Да Вот так Сыграли не лучшим образом Неймар Лучший игрок Мальчик Конечно Но посмотрите на оценки Джейро Оскара Мане Того же самого Тиаго Которого я заменил Не все попали в игру Конечно Но ничего Будет нам урок На будущее И я считаю Что несмотря на эту Потерю очков Мы все равно Фавориты группы И Ливерпуль Если обыграем Все будет в порядке Так что Нечего паниковать Да Не все матчи Такие простые Будут как первые два Когда 4-1-5-2 В Бундеслиге Мы начали В Лиге Чемпионов Все посерьезнее Ну что же Друзья С Вольсбургом Мы сыграем уже В следующей серии Как видите У нас тут И Баруси И Гамбург И Шальки Тоже набрали По 6 очков Борьба в Бундеслиге Предстоит Нехилая такая Но и в Лиге Чемпионов Само собой Мы сами себе Немножко усложнили жизнь Не забывайте Про лайки и комментарии Всем пока